Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 13-й главе книги «Исхода». Эта глава является совершенно непосредственным, прямо без шва и без границы продолжением 12-й, где содержится рассказ о том, как Господь устанавливает Пасху и выводит народ Израилев из земли египетской. И сказал Господь Моисею, это уже 1-й стих 13-й главы, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилев, от человека до скота, потому что мои они». В сплошном тексте это такая мысль, которая может быть отчасти и потеряна. Конечно же, здесь говорится о том, что первенцы от человека до скота принадлежат Богу. Мои они. «Освети мне каждого первенца». Освящение в современном русском языке. У нас много разных трудностей с языком, в том числе мы не различаем, особенно в устной речи, освящение и освящение. Речь идет о том, что Моисей должен сделать святыней, усвятить каждого первенца, потому что их жизнь принадлежит Богу. Смотрите, речь идет о том, что в пасхальную ночь Господь проходит в земле египетской, губит все, всякую жизнь, от человека до скота. И жизнь человека и скота в данном контексте, в общем, не слишком различаются друг от друга. Это не какие-то качественные природные различия. Но некоторых первенцев он щадит, потому что они принадлежат к домам, защитившим свои косяки кровью агнца жертвенного и засвидетельствующими, обозначившими тем самым принадлежность Богу. Они мои, они принадлежат Богу, потому что, если бы не пощада со стороны Бога по отношению к этим жителям домов с обозначенными кровью косяками, если бы не пощада, они бы тоже погибли. И вот эти первенцы должны быть выкуплены. Они не принадлежат людям, они даже себе, по большому счету, не принадлежат. Они принадлежат только Богу, который дал им жизнь. Ну, или точнее будет сказать, мог забрать и не забрал. Они должны были погибнуть, как все первенцы Египта, но не погибли, потому что ангел-губитель проходит по Египту и не заходит в те дома, в которых находятся люди, посвятившие себя Богу. И вот дальше народ говорит, простите, Моисей говорит народу, помните этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства. Сегодня вы выходите, и когда придете в ту землю, куда Бог вас ведет, совершайте это служение в этот день, в этот месяц. И здесь снова повторяется устав о семи днях празднования, о пресном хлебе, который надо есть. Но вот еще тоже то, что уже было в предыдущей главе. «Объяви в этот день сыну твоему, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». Причем это должно повторяться из поколения в поколение, в том числе теми людьми, которые физически не вышли из Египта, а родились уже там, может быть, в земле обетованной или где-нибудь еще. Но, тем не менее, это событие, которое произошло с предком, значит со мной. «И да будет тебе это знаком на руке твоей, памятником перед глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих». Формально никакого закона как такового еще нет. Он будет дан сильно позже. Повествование до закона еще далеко-далеко. Однако здесь вот это выражение используется. Ну и, скорее всего, это анахронизм, который составителям не показалось важным и нужным ни обозначать, ни исправлять. Тем не менее, на этом примере очень хорошо видно, как это получается, вот этот рассказ, сделанный сильно позже и этого разговора «Моисея с народом» и «Дарование закона». «Да будет это знаком на руке твоей, памятником перед глазами твоими». Ну да, конечно, речь идет о очень поэтичном высказывании, согласно которому то, что ты делаешь рукою, должно быть под контролем закона. И то, о чем ты думаешь, тоже и видишь, когда смотришь, тоже должно быть под контролем закона Божьего. Ну, почему-то им пришло в голову, что лучший способ исполнить это – привязать на руку и на лоб коробочки с цитатами, с маленькими кусочками, цитатами из закона. Называются эти коробочки филактерии. Если вы видели изображение древних фарисеев, вот у них всегда чей-то такой черненький коробочек на лбу и на руке. Вот настолько далеко формальное исполнение от следования сути. Мы тоже должны очень за собой следить в этом отношении, потому что поэзия – очень коварная вещь. Она, с одной стороны, красиво, хорошо запоминается, а с другой стороны, если ты начинаешь следовать ей буквально, а не по сути, легко можешь попасть в просаг. Итак, будет тебе это знаком на руке и памятником перед глазами, исполняя этот устав из года в год. Итак, Господь завещает израильтянам помнить о событии исхода. И здесь уже говорится о законе, который будет дан после, который должен вот действительно управлять жизнью, быть законом в жизни, управлять тем, о чем люди думают, и как они об этом думают, и управлять поступками. Не только поступками. Заметьте, позднейшие христиане из не самых красивых побуждений приписывают иудеям, приписывают ветхому завету то, что он якобы руководит поступками, не обращая внимания на помыслы. Так вот, нет. Очень даже обращая. Памятник перед глазами твоими. Куда твой ум направлен? Как он действует? Как он думает? Это тот же самый контроль, так сказать, духовный над внутренней жизнью человека, который также ожидает от нас Господь и в Новом Завете тоже. Дальше. Еще одна важная очень идея, которая здесь в 13 главе присутствует с 11 стиха. Продолжается речь Моисея. И когда ведет тебя Господь в землю ханаанскую, тут, в общем, практически впервые всерьез об этом говорится, о том, куда именно Бог ведет, только раньше в землю, которую он дал Аврааму. Вот когда ведет тебя Господь в ханаан, отделяй Господу все мужеского пола, разверзающая лыжесна, все первородное из скота. А всякого из ослов заменяй агнцем. Ну, потому что там ослы, ослы, они и есть. А если не можешь, то выкупи. То есть предполагается, что первенцев скота надо приносить в жертву. Они принадлежат Богу, их жизнь принадлежит Богу. Ну, ослов не надо приносить в Богу, заменить агнцем. Если нет, тогда выкупи за деньги. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Вот снова жизнь принадлежит Богу, потому что Бог спас этот народ и первенцев этого народа и его скота в ночь исхода. И вот эта власть Бога над первенцами, она продолжается из поколения в поколение. Она не убывает. По-прежнему жизнь принадлежит Богу. И ее надо выкупать, иначе ее невозможно жить. Ты можешь либо отдать ее, ну, ягнят жалко, но не настолько, а себя или своих первенцев настолько. Поэтому надо ее выкупить, надо заменить, отдать Богу жизнь животного, ну, или каким-то еще способом. Заметьте, что, конечно же, позднейшие толкователи связывали с вот этой идеей мысль о греховности и о том, что расплата за грех смерти. Но авторы и составители исхода не имеют в виду этой связи. Они говорят о том, в их логике, жизнь принадлежит Богу и должна быть ему отдана, потому что Бог ее дал. Потому что милость Бога, то, что Бог пожалел, пощадил первенцев Израиля, дала возможность жизни вот этим людям, ну, и этому скоту. И поэтому необходимо выкупать первенцев, а не потому, что там люди грешники и расплата за грех смерть. Это более поздняя и, в общем, сторонняя идея. Мы не привыкли тоже думать в этой парадигме принадлежности жизни Богу не потому, что мы плохие, а потому, что она Богом дана. Но, тем не менее, в общем, надо учиться. И в каком-то смысле одна из центральных идей того, как устроена христианская евхаристия, как раз именно в этой благодарности Богу за жизнь, которую он дает. Здесь подробно говорится, когда после спросят тебя, сын твой, что это? В смысле, почему ты выкупаешь? Скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь, когда фараон упорствовал, Господь умертвил первенцев, поэтому я приношу в жертву Господу все разверзающее лужесно-мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. Потому что Бог умертвил первенцев египетских и пощадил первенцев израильтян. И заключительная часть 13 главы говорит о том, что когда фараон отпустил народ, они пошли не короткой дорогой, не напрямую в Палестину, в землю филистинскую, потому что она близка, дорога эта. А Бог сказал, снова здесь приписывается Богу, то, что должно быть сказано, но, в общем, не может быть сказано ни кем другим, то, что уже произошло, и нужно объяснить это. чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Ну да, конечно, встретив сопротивление жителей земли филистинской, весьма вероятно, израильтяне слабые, плохо организованные, быстро бы деморализовались и вернулись обратно в Египет. Но для автора необходимо сказать, что это никто-нибудь, не может это решить Моисей, не может это решить кто-нибудь еще, это может решить только Бог, и поэтому он ведет народ Божий вот таким путем. И путем пустыни к Черному морю и дальше там горе Синай. И Господь шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя, чтобы идти мы днем и ночью. Вот этот огненный и облачный столб, который оказывается проявлением присутствия Бога. Что там в столбе, внутри, не дано увидеть человеческим глазам. Это невозможно. Однако, сами по себе этот огненный и облачный столб знаменует то, что непостижимый Бог каким-то необъяснимым образом, тем не менее, присутствует среди своего народа. прохождение Бога через мир, Пасха Господня продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...